Девушки отдыхают Как мне вас правильно представить? Юрий Игоревич, однофамилец бывшего нашего депутата, который уехал сейчас в Россию. Знаменитая фамилия. Значит, что происходит? Вот там вот внутри, можете посмотреть, если будет желание. Еще с того лесоповала лежат неубранные деревья. Ну вот сколько там уже, сколько? Полгода прошло, да? Больше, да? И лежат неубранные до сих пор. Вот здесь же попилили все. Причем, видите, вот дети. Здоровые, хорошие деревья. То есть, когда нужно кому-то за соответствующие взятки, все делается. Там же не делается ничего. Это важно. Дальше. Вот здесь же это все заставят. Была зеленая зона, вот дети гуляют. Зеленая зона. Видите, задавили многоэтажками все. То есть, уже жилого пространства практически нет. Ну, даже зелени не остается. Но это же жизнь. Зелень – это жизнь. Зелени не остается. Жизни нет. Потому что все заставится, все заасфальтируется, не остается ничего живого. Я, конечно, не националист. Против других наций ничего не имею. Но вы меня извините. Я вот здесь живу, я же хожу и смотрю. Хозяева всех этих будок, ну, явно не одесситы. Явно даже не украинцы. Ну, что это происходит? Украинцы уезжают на заработки в Польшу, в Испанию и куда угодно. А здесь у нас происходит непонятно что. Естественно, что простой человек вот такую будку и такой маф здесь не поставит. Без соответствующей взятки. Ну, как это можно терпеть? Ну, просто людей доводят до последней черты. Мы же не можем терпеть до бесконечности. Куда смотрят власти, а? А вы обращались к городским властям? Вы сообщали об этой проблеме? Конечно. И что? Ну, как что? Вот. Факт на весок. И ныне там. Ну, не, он не там. Он вот здесь. Вот, посмотрите. Все срезается. И ставят. Тут была одна. Вот была остановка. Срезали. Здесь бывает. И теперь рядышек идет. Вот это полностью ряд будет от одного. От той высотки и до этой. То есть загородят вообще свет даже детских площадок. И останется даже живого пространства, где можно хотя бы по зеленой травке посидеть. Ну, не походить по травке, но хотя бы посидеть на лавочках между... Ну, здесь же будут сплошные наливайки. Дальше. Здесь будет... Поскольку туалетом у нас это всегда проблема, значит, здесь будет все вокруг, естественно. После изрядного выпитого все будет загажено, так? Здесь вот, посмотрите, дети. Детям вообще деваться некуда. Все будет загажено и какой-то контингент будет. Ну, естественно, что будут алкоголики или наркоматы собираться. Ну, и кому это нужно? Ну, самый оживленный проспект. Самый... Ну, вот, сити-центр. Находишь? Находишь сити-центр. Вон Таврия. Вот сельхо. Сити-центр, да? Ну, куда уже больше, да? Ну, куда больше. Ну, просто... Это же оживленный проспект. Переименовали его. Назвали... Я извиняюсь. Назвали проспект Небесной Сотни. И вот на проспекте Небесной Сотни тот проспект, который назвали именем людей, которые положили жизнь из-за этого, вот это вот сделать, вот это вот безобразие здесь, из-за этого города, ну, это же вообще не допустимо. Спасибо вам, Анатолий. Спасибо. Аксюша, а можно нас... Что, будем показывать всем на канале? А как? Пару слов для нашего канала. Фу, да я уже... Выговорился. От возмущения даже не помню, что я сказал и чего еще не упомнил. Давайте, акулочек возьмем. Короче, напомню нашим зрителям, что вырыбаются деревья. Какие-то нерусские ставят мафы, наливайки, сигареты, какой-то шмурдяк продают, может, даже боярышник. Засырают все. А там дальше, чуть дальше, мы уже показывали в наших роликах, с прошлого урагана до сих пор лежат деревья, не убранные. А здесь срочно приехали, попилили, убрали. Ну, нормально что. Это сити-сантр Таерова. С ледрами, с нечистоками и так далее. Потому что ни воды, ничего для производства шарма тут нет. Обратился я к участковому. Он мне показал документ, согласно которому. И эти работы производятся на основании документа, который разрешает установку мафов и благоустройства территории. Маршал Жукова-3. Но мы не имеем отношения к Маршалу Жукова-3. Мы с ними граничим. Под видом этого разрешения началась установка мафов на территории нашей детской площадки. Против чего выступают все наши жильцы и что является безобразием. Мое обращение к зелендресу также ничего не дало, потому что они переехали с Варенинской квартиры на Кемическую-3. Там они еще не обосновались. Телефоны у них не работают. Поэтому я прошу помощи у седьмого канала в решении этой проблемы. Все, супер, стоит, не убегай. Еще буквально минутку постоим. Мы, в принципе, все сняли. Нужно будет только, чтобы вы прошлись, показали именно те места, куда сливаются эти мяческие тосты. Может, кто-то из местных крыльцев. Сливаются вот там колонцы, вот там.